Говорят, тритон поднимает уровень тестостерона чуть-чуть, не знаю, правда, неправда? Так что, если у вас проблемы с потенцией, можете себе играть этот аккорд Пастеряна. Ну, что такое субдоминанты? Это сатана. Это бунтарь, это самое такое, не знаю, такое выпирающее из тоники, да. Моцарт — это что-то детское, веселенькое. Да, там это всегда какие-то пищалки мажорные, да. Ну, в общем, смотрите, Бетховен закончил на мажоре, да. На ми мажоре. То есть, по-видимому, здесь у них был первый секс. Опять Кадансов. Посмотрите, здесь Кадансов просто... Ну, ребята, вообще Кадансов — это что? Это, как правило, в классике концовка какая-нибудь. То есть, концовка или пьеса, или концовка какой-то там части, или хотя бы какого-то раздела, там, или, не знаю, там... Ну, тут у нас просто Кадансов, я не знаю, ну, каждый пятый такт. Ну, Бетховен вообще любит это все. Это вот грандиозность, да, я сказал уже. Но здесь в такой лирической песне, и так много кадансов, это прям странно. Но она хорошо звучит, да. Вообще вся пьеса, она очень часто, вот тут перепады с минора в мажор, такие интересные, да. Это такое олицетворяет такие, да, вот его эмоциональные, да. То есть, он здесь сначала обнадеживается, потом разочаровывается, да. То есть, приходит в трезвое состояние, да. Да, но я, конечно, пианисты, если где-то увидят на улице, встретят, казнят меня за такое, но я остановился, там же не написано, ребята, там же не написано так, все, нельзя. Тут ты подчеркиваешь, тебя не поняли, как ты играл Атра диез, а теперь поймут, как ты играешь Ари Бекар, то есть, это прям такое, знаете, усиление эффекта. То есть, тебя не услышали, сейчас услышат, да. И шестая ступень. Это вообще божественное место просто. Такое, вы знаете, как будто он смиряется здесь, да, с тем, что произошло. То есть, такое утешение после смирения, да. То есть, вот эта вся история, да, вот эта грустная, там, что она там его отвергла, типа, да. Доброе время суток. Сегодня мы поговорим про одно из самых популярных произведений. Если мы выйдем на улицу и спросим обывателя, среднестатистического человека, он либо это слышал, эти произведения, либо он их знает. Это такие, как, там, Кализи, например, или Лунная Соната, или, там, какой-нибудь Паланеса Гинского и прочее, да. Вот, сегодня мы поговорим, как раз, про Лунную Сонату. Сперва я выскажу некоторые положения, ряд интересных фактов, затем сыграю и в конце еще тоже поговорим про гармонию, про то, как это произведение нужно играть и так далее. Итак, Лунная Соната, название дал не сам Бетховен, он ее написал в 1800 году, ну, закончил в 801, да, начал в 1800, закончил в 801, вот. А дал название этому произведению Лунная Соната некий тоже Людвиг, рельштаб, критик немецкий, по-моему, в 1832, там, в каком-то, да, это спустя пять лет после смерти Бетховена. Бетховен умер в 1827 году. Сейчас мы еще поговорим про цифры, тут много интересного есть. Он дал такое название, потому что у него этот образ, в смысле, произведение ассоциировалось с образом какой-нибудь, там, Луны, вот, на фоне, то есть полнолуния на фоне какого-то, там, не помню, названия, длинное, немецкое, там, что-то, Фергбольштраст, какого, короче, какого-то озера, вот. Вот, ну, это озеро довольно большое, вот, у меня оно ассоциируется с таким более, ну, небольшим озером, да, каким-то, вот. Ну, я хочу сказать, что название подобрано очень метко, действительно, если играть его не спеша, как играют, вот, некоторые очень быстро, да, это тоже правильно, играть быстро и медленно, и мы тоже поговорим про темпы сегодня. Вот, действительно, если играть его медленно, вот, картинку, если мы прикладываем где-нибудь, там, какие-то стоковые футажи накладываем, да, именно, вот, образ Луны на фоне какого-то водоема, вечерней Луны, понятно, да, потому что мы днем ее не видим, очень подходит вот эту музыку, да, поэтому это название закрепилось. Если же играть произведения таких вот подвижных темпов, быстрых, ну, не очень этот образ подходит уже, то есть это тоже красивая музыка, это два, две такие, как бы, уже, два разных характера, но, тем не менее, уже образ, если мы вот прикладываем футаж, да, просто возьмите картинку, скачайте где-нибудь, да, там, какое-то полнолуние на фоне, там, какого-то моря, и просто музыку включаете, это самый лучший способ проверить, соответствует ли это, я говорю, как тот человек, который делает клипы, да, я это знаю все, что самое главное в клипе, это именно подходящую картинку, и уже потом на втором месте идет, там, качество картинки, там, вот эти все правила, да, вот эти вот третей, да, в съемке, да, в операторстве, но самое главное, подходит ли картинка, вот, все, то есть, и в быстром темпе она не подходит, то есть там другая картинка, какая-то будет подходить, я не знаю какая, я этим не занимался, не проверял, но вот, лунная соната подходит под медленный, очень медленный и средний темп, теперь давайте коснемся цифр, очень примечательно то, что, смотрите, соната была написана в 1800, в том году, один плюс восемь это девять, вообще, вот, у Бетховена очень много окружают девятки, допустим, девять симфоний он написал, законченных, я подчеркиваю, восемнадцать струнных квартетов, да, пять концертов там каких-то, да, ну, тут пять, да, не совпадает, но вот, много очень совпадает, потом он умер в 1827, один плюс восемь, это будет девять, и два плюс семь тоже девять, и обе девятки, девять плюс девять, будет тоже девять, вот, тут тоже будет в сумме девятка, потом опус этой сонаты, двадцать седьмой, да, тоже будет девять в сумме, вот, Джульетте, которую он посвящал, ту сонату, было 18 лет, кстати, такое совпадение, что, да, ему было 31, а это делает Джульетте, в которую он был влюблен, там, какая-то графиня, вот, ей было 18, и такое совпадение, что, когда, ну, у меня были первые серьезные отношения, мне тоже было 18, а моей девушке 31, она была старшая меня на, сколько там, на 13 лет, ну, это просто так, к слову. Давайте теперь поговорим про темпы. Первый раз, когда я ее услышал, я учился в музыкальной школе, только начинал вообще знакомиться с музыкой, я ее услышал, там, еще на кассете, это было в очень быстром темпе, это примерно такой темп был где-то, да, сейчас. Вот, и, ну, мне она нравилась, да, и я потом, когда начал слушать, вот, там уже, когда постарше стал, когда начал сам играть, думаю, надо же послушать, как другие играют, и мне так ухо резало, когда играли вот в таком темпе где-то примерно, да, и я думал, боже, это же невозможно слушать, да, вот, ну, это такая фишка, такой момент психологический, то, что мы первое, да, слышим, несколько раз, там, что-то вот нам начинает нравиться, в силу того, что мы это слышали, там, 10-20 раз, но потом, другую версию исполнения, или другой темп, мы уже воспринимаем в штыки, да, то есть, ну, это такое, немножко предубеждение, да, это такое свойство нашей психики, знаете, как кто-то бывает, девушка тоже помнит первого мужчину своего, там, ну, в общем, что-то из этого рода, да, теперь, когда я стал старше, когда действительно уже хочешь сыграть ее максимально образно, да, максимально проникновенно, уже понимаешь, что в таком темпе она звучит, ну, смешно даже чуть-чуть, это прям очень быстрый, то есть, если я вначале сказал, что есть три темпа, очень медленный, просто средний и быстрый, то это был не быстрый, это был даже очень быстрый, так, ну, играет очень редко, да, вот, и в таком темпе, ну, немножко уже, конечно, присутствует суета, вот чуть-чуть помедленнее, это будет тот вариант, который я говорил, то есть, который быстрый, но он звучит, например, такой темп, да, или даже вот так можно еще, вот, слишком медленный, да, вот такой затянутый, это вот такой где-то будет, я сейчас только буду играть в темпе, то есть, мне в последнее время нравится, вот, кстати, я делал запись, вот, тоже у меня есть, я кину ссылку на нее, где-то лет, не знаю, пять назад, может быть, там был темп, вот, такой средненький, да, между средним и быстрым, вот, поэтому, ну, мне тоже такой вариант нравится, то, что я там играл, наиграл там, в принципе, я доволен, там, была такая, более какая-то экспрессия, в некоторых местах, то есть, там, где, понимаете, это произведение можно сыграть, вот, прям, как-то так все монотонно, более, знаете, без каких-то таких громких, вот, без каких-то громких, вот, проявлений, без форта вообще, да, то есть, все так максимально в трансе, таком, то есть, это все можно, в принципе, сыграть, всю эту сонату, первую часть, в таком, ноктюрном трансе, да, то есть, никаких там, там где тема отойдет боли здесь не греметь просто все так оно льется поток да вот опять же так образ воды какой-то там когда солнечный свет попадает на эту воду эти волны нам отражает переливает то есть никаких таких вспышек сильных не проявлять это тоже хорошо звучит но в той версии которую вот я кину ссылку там кто захочет там я как раз эту тему боли да там здесь идет эти ноны да септима вот я вообще на октаву выше да то есть я там ну начинаю греметь чуть-чуть да то есть ну это тоже по-своему хорошо звучит но сейчас я так делать не буду просто чтобы было две более-менее разные версии чтобы не повторяться потому что играть можно музыку по-разному да и нет такого что нет конечно иногда есть что прям неправильно да вот когда мы играем слишком быстрый темп это будет ну смешно просто да но какие-то вещи да они все-таки несут какую-то субъективность да и можно себе позволить так или иначе какие-то делать разные варианты вот и многие конечно пианисты там да и вообще музыканты порой берутся штыки да вот они каким видится да как вот такой темп все начнет больше никак начать там что-то обосновывать да вот и там или автор сказал там или еще кто-то написал это касается не только этого произведения вообще но музыка она понимаете очень относительно много чего есть точнее большая часть это кусовщина и субъектив щена чистая да есть конечно вещи эффективны там чистота исполнения там или какой-то темп уместность темпа там или стабильность ритма и прочее да какой-то как это характерность концептуальность но остальное все это уже там до сюда можно плавать вот поэтому я постараюсь и не собирать но не постараюсь планирую сыграть сегодня и и таком ноктюрном трансе ком с такой меланхолия да вот такой образ максимально плавности да вот эти волны которые свет там переливает ну максимально плавные сыграть не смогу поскольку рояль этот не позволит играть на пиано дал ты вы так уже слышали может быть там пару клавиш не прозвучало потому что дома я сегодня пограла точнее вчера и у меня дома звучит на моем фортепиано у меня такое фортепиано знаете она такого еще желтого цвета клавиши еще сам сталин делала знаете в те времена и там действительно как ты играешь пианиси вот сейчас смотрите видите все клавиша не прозвучало я просто медленно нажал тихонечко и не звучит уже звучит когда чуть сильнее но и так вот все ноты таких рояле которые будут звучать в при пиани сими но я от киеве встречал можно быть три то есть глиера там вообще там пищу ну такое на песк лявый рояль там один нормально второе такое причем основной потому что она очень песк лявы и тоже ты играешь ты не можешь сырать тихо то есть не бывает там я там играл эту метель да вот этот и методом что-то пианисты некоторые закидывали в коментах личку там что мол немножко грубо ты играешь это я там играл просто руку максимального как только нежно ложить потому что сидит еще ниже и положишь нежнее да тебя не будет звучать клавиша просто вот сейчас просто не видно на камеру я нажимаю сейчас видите не звучит ничего то есть там еще хуже там надо просто ну и сам по себе тембр такой яркий да очень поэтому ребят ну то что даже за пианисты я надеюсь они же как бы ну люди даже быть образованы даже понимать что все зависит еще от рояля поэтому я максимально попытаюсь играть ровно и нежно да так то есть гладко и ноктюрно но не факт что получится потому что придется чуть-чуть грубее немножко чем не хотелось бы в силу того что клавиши просто будут проваливаться вот малом зале консерватории я играл вот любое нажатие даже самое минимальное и уже но то звучит да так легенькое нажатие вот сейчас нажимаю видите ничего не звучит сейчас зазвучало чуточку то есть пиано принципе играть ну вот такие вот рояли чтобы можно было пианисимус играть ну просто мало не знаю почему так делают их и вот давайте теперь вернемся к сонате значит первый раз я вообще играл я на гитаре вот ребята сразу скажу силы гитаристом или еще кто-то это посмешище пародия такое чувство даже играть на гитаре лунную сонату особенно тут а последнюю часть аллегород это там или просто не помню что там написано и ну тут же понимаете фишка вот во-первых фишка в тональности мы сейчас по время про тональность до фишка в басах октавы здесь мощные этого нет на гитаре то есть на гитаре это звучит пародийно просто но конечно же в ю тубе там полно просмотра можно найти на гитарную версию надо идиоты на этом смотрят это и ставят лайки тоже идиоты то есть некоторые вещи конечно звучат понятно что на гитаре лучше чем на фред пиано то есть у каждого инструмента есть свои какие-то произведения которые на другом инструменте можно сыграть но не будет хуже а есть такие которые вообще нельзя касаться другим инструментом в данном случае соната на гитаре играть ну просто это бред полного вот даже первую часть но если вам не нравилось это доиграл в тональность тиля минор понятно такая знаете тональность тональность алёшки да из руки вверх такая чисто максимальная это светлая какая-то то же время простая да как там и она сразу звучит иначе поэтому это произведение сугубо фортепиано и поэтому никто лучше чем на фортепиано допустим астурия на гитаре лучше звучит чем на фортепиано там испанские приколы хотя написано было астурия для фортепиано сколько мы знаем да вот но здесь конечно же ни в коем случае ребята не играйте сонату на гитаре боже упасилась я там не догматист знаете не ретроград как пианисты многие это бывают нотки меняю знаете поэтому один пианист не услышал что сразу знать они прямо одну мелочь там бас два раза сыграл там где-то или так чуть-чуть его продублировал просто тихонечко не там захотелось мне сразу слышат уже все уже тебя готовы казнить там или посадить вот это вот у пианистов такое знаете это зашоренность догматизм ретроградство просто тут у всего тут у всех такого нету только пианисты остальных такого нет я не знаю чем это связано ребят но вы как-то чуть-чуть проснитесь на если надо же как-то мозгами шевели не быть такими ограниченными по поводу еще темпа да там стоит а даже вас остынут в нотах написано то не знаю кто написал битховен или там уже поздно были какие-то ставки более поздние но даже это медленно действительно это очень медленно и со стенута означает сдержанно то это в пользу того что все таки на граница но медленная так как играют многие там даже профессионалы высокого уровня но это опять-таки говорил вариант мне так тоже нравится мне нравятся то есть оба варианта и средний темп точнее медленный средний и такой чуть чуть короче три варианта не берут когда очень быстро награды уже прям профан и понятно вот то мне конечно так не очень нравится то есть ну видите я пытаюсь быть не граничено то есть и сам по началу верю пкольку запись на есть там будет быстрее версия здесь у меня версия немножко немножко все-таки будет сейчас помедленнее так ну давайте я сыграю потом дальше уже сделаем подробный анализ по гармонии по стилю кое-какие замечания по поводу как играть какие-то ошибки которые допускают но и который я допускал тоже до бывало и может часто пускаю а ну вот 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 да просто ну типа как игра да там образ неразделенный может он просто сел знаете как делают композиторы такой типа сел о прикольно звучит он вообще может сильно там не переживал по поводу этой графини там джульетты там такой типово прикольно звучит так ну давайте вечером я сегодня на плохое настроение я короче так напишу что-нибудь грустненькое вот и типа тут надо плавные голосоведения все голоса чтобы не шли вверх или вниз тут не было клинт параллельных ну все типа написал но выложил да типа все ну смысле издал и такое может быть я не говорю что прям вот именно бетховен так думал когда я сейчас буду там вот максимально каждый аккорд но не каждый не все сонаты но многие аккорды попытаюсь эмоциональных разложить да что они там выражают но это не означает что именно так бетховен ну то просто вот скажем пускай будет мое некое да мои ассоциации но тем не менее они подходят на здесь и ну просто такое знаете как чтобы легче было тебе сыграть и вот в таком вот ноктюрном томленном характере на вот поэтому здесь слушаем вот эту вот тональность так у черно-белого до какой-то второй кор тоже ничего не говорит да просто по поводу моментов еще смотрите очень важно чтобы все три звука были одинаковые и очень важно не выстреливать третью ноту я эту сонат вообще сыграл очень давно первый раз тогда я там еще где-то в конце какой-то первый курс я там конечно мне это рассказывали что я выстреливаю но то есть делали правильные замечания до педагог ну то есть бывают первую тоже выстреливают сильно бывает бас кстати выстреливают а бывает басы тоже такой играет чувак там пианист профессионально не буду говорить фамилию его ну там может быть рояль опять-таки ничего не имею против что бывает он ты хочешь нажать вот я тоже сейчас играл мне там ноты выстреливали некоторые которые ну как бы ты же не знаешь каждая клавиша надо сразу нажать им потому что ну все хаотично я допустим привык к одному как одному фортепиано только дома поиграл то мне кстати там прям почти все клавиши звучат на бионисима я теперь сейчас тут бывает нажимаю промахиваясь это не звучат понятно тем не менее басы должны быть очень аккуратно но тоже имя не проваленные то есть и не проваливать и не греметь очень важно чтобы это соль 1 конечно прозвучало тоже так ну чтобы ее не прятать да увидите уже мне я только что нажал на мне не звучало было место триоли было дволь то есть третью ноту очень слушаем вы знаете первый такт два такт от эти вот в смысле первые два аккорда нужно вот прям максимально все ровненько на как поток такой да вот водичка переливается у нас на фоне луны это ты полнолуния вроде такого оранжевого цвета да там какого-то или белого не знаю чуть-чуть быстрее играть дальше смотрим да потом нас появляется ля мажор это насколько ступень шестая да кто минору что вообще говорить ля мажор 6 ступень 6 ступень это всегда что-то такое неожиданное сюрприз особенно после доминанта допустим да то есть как правило на ля мажор и хочется остаться да на том смысле на 6 ступень да то есть это какое-то такое сюда что-то неожиданно то есть после доминанта сюда хочется что ну тонику да сыграть а тут раз типа такой идет нежданчик да пришел сюрприз такой да хочется на нем посидеть вообще 6 ступень она там ну очень похожи этот некий такой отпрыск да такой от тоники то есть две ноты совпадают да если тоника это нас до диез ми и со диез да то здесь только вместо соль диеза ля и все одна нота но она так режет просто да она вот кажется что 6 ступень настолько отличается от тоники да даже если играть в этом где-то нот после тоники кажется вроде прям очень другой аккорта хотя одна нота всего лишь вот поэтому этот мажорчик что я хочу сказать да что надо как бы услышать да вот это появление вот этого шестой ступени и самое интересное появляется на что ре мажорный секс аккорд да то есть здесь появляется пониженная ре то есть не радиес а ре бекар да и причем два аккорда идут мажорный и этот аккорд еще больше вносит сюрпризы то есть видите начало вроде ничего никакого такого развития уже но типа по идее быть не должно там прям сильно а тут появляются такие уже у нас альтерации да всякие и 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 какую-то луч надежду в этих отношениях, что не все было там печально. То есть, знаете, как мужик, когда влюбляется, обычно пацан какой-нибудь, ну или мужчина, он там всегда потом себе фантазирует, там выдумывает всякие чаяния, надежды, что у вас будет все хорошо, у него с ней, хотя там пока и не пахнет ничем, допустим, да. Вот, и потом идет, конечно же, возврат в этот, в реальность. Я там меняю чуть-чуть баст, ну, в смысле, два раза играю, это понятно, там и дальше я чуть-чуть менял в своем исполнении, это специально, чтобы не подумали, что ноту выучил неправильно, да. И пошла дема. Здесь эту тему играют по-разному, некоторые оттягивают, да, вот, сейчас, да, сейчас. Вот там, да, чуть-чуть с оттяжкой, там как-то оттягивает, ну, в принципе, я говорю, тут дело вкуса, то есть нельзя сказать, что это правильно, неправильно, потому что, вот, пианисты, конечно, скажут, что это неправильно, там, хотя многие пианисты так играют с оттяжкой, профессионального уровня, то есть, вот, ну, в принципе, мне больше сейчас, что будет через полгода или год, никто не знает, сейчас мне нравится больше без оттяжки играть. Я не помню, на том видео я играл с оттяжкой любез, да. Что собой эта тема представляет? Здесь вступает соль диез, да, татат. Ну, такая тема тоже чуть-чуть какой-то, знаете, такая лайтовая версия темы боли, вот эта тема у нас страдания, да, татат. Вот, и там это прям такая уже не просто боль, а там страдания темы прям такой, да. Ну, самое диссонирующее, что может быть, это септима большая и малая нона, ну, то есть, типа секунда через октаву, да. Вот, и, а это такое тоже, как знаете, такое чуть-чуть, какая-то капля слезы, знаете, бьется, или капля дождя падает на это озеро наше, которое там под луной. То есть, одна и та же нота какая-то здесь присутствует, такое вот, тебя пилит, да, вот эта эмоция, она тебя, она не сильная, да, но она такая вот дотошная чуть-чуть у тебя, да. Правила все знают, надеюсь, пианисты, что есть и ноты близкие, да, у нас тема соль диез, потом пошел доминант септ, да, у нас фа диез, это очень близко к соль, да, к вот этой ноте. И чем ближе ноты к мелодии, ну, аккомпанемента, да, то есть, это секунда буквально, тем эти ноты надо еще тише стараться прятать чуть-чуть. То есть, допустим, если там какая-нибудь будет, у нас была бы вот соль диез мелодия, а аккомпанемент был бы не рядышком, там где-то чуть-чуть там, ну, хотя бы полоктавы в сторону, то можно было бы уже там, типа, ну, чуть-чуть там не так сильно прятать, да, это, надеюсь, все знают, да. Да, ну, я не буду говорить простые вещи, типа, что тема должна будет выделяться от этого вот. На фоне все остальное действие так все знают. Теперь у нас пошла субдоминанта. Ну, что такое субдоминанта? Это, это сатана. Это бунтарь, это самое такое, не знаю, такое выпирающее из тоники, да, самое такое пронзительное, самое дерзкое, да, вот тоника у нас. И тут появляется. Да, субдоминанта, то есть она предвещает уже какое-то, это стоящее развитие. Вообще она много чего может предвещать, она может как сразу пойти в доминанта, типа, домой к себе, да, все, и потом в тонику. Либо там дальше пошли какие-то аккорды, там, и модуляции, то есть такая вещь непредсказуемая субдоминанта, но она самая яркая по отношению к тонике. Это такое, знаете, как вот тоже, хотя одна нота общая, да, и две разные, то есть не все ноты разные, как, допустим, там какой-нибудь седьмой ступени, да, но она, ну, более такая яркая, чем седьмая ступень, да, тоже какой-то такой бунтарь, да, сепаратист, скажем, да, который неизвестно, что, куда его туда понесет. Поэтому это надо прочувствовать, все тоже такое, да, идет выпячивание. И потом у нас каданцевые, да, доминанта и ми мажор. Я имею в виду каданцевые к ми мажору. Заметьте, что в этом произведении очень много каданцевых аккордов и в теме, там постоянно, да, в начале уже был каданцевый, да, помните этот вот ход. Перед темой, да, там уже был каданцевый. Вот здесь каданцевый к ми мажору, да, то есть это ми мажорный терц, кварт, аккорд. Потом фа миноре будет, в смысле фа дес миноре, да, когда тема будет вторая. Да, там уже тоже у нас пойдут эти каданцевые, перед и потом там дальше. Ну, в общем, много. О чем говорит каданцевый аккорд? О том, что здесь какая-то присутствует, тем не менее, хотя это лирика, да, ноктюрность. Ну, да, я понимаю, что вы скажете там ноктюрность, я слово использую, но тогда еще не был ноктюра, ноктюрность 19 век, позже уже там, да, ну, в смысле там поздний 19 век, ну, это уже как раз это так, да, например, вот после Бетховена начинается. Но тем не менее по стилю, ну, это такое, да, вот. Лирика вся та же, да. Какая может быть здесь грандиозность, да, потому что, ну, это же лирика, хотя эти каданцевые тоже присутствуют и в финальной части, и третьей. Тем не менее, да, у лирика лирикой, но вот присутствует какой-то здесь немножко дух, какого-то величия. Вообще мне нравится Битховен тем, что у него все произведения, ну, такие крутые, знаете, такие пафосные, такие грандиозность, да, здесь отличается во многих произведениях. Потому что если, допустим, там сравнивать с каким-то Моцартом, да, то Моцарт – это что-то детское, веселенькое. Да, там это всегда какие-то эти вот пищалки мажорные, да, ну, в общем, Тубитховен такой всегда мощная фактура, басы, там тут вот все арпеджио какой-нибудь там, вот. У Баха такой более, стиль более замкнутый, как будто он был аутистом чуть-чуть. На меня не обидится, не волнуйтесь, я с ним поговорю сегодня. Вот. И… А у Бетховена, да, вот, грандиозность, поэтому Кадансов здесь сплошь и рядом. Вообще еще хочу сказать момент такой, что голосоведение, вот почему оно красиво, почему оно смотрится максимально гармонично, потому что голосоведение здесь – прям конфетка. То есть очень… Все соблюдаются эти правила, да, то есть если бас идет вниз, то здесь вверх, как правило, там, или хотя бы остается на месте, или наоборот. Вот. Поэтому… Кто там пишет? Вот. Поэтому очень-очень много плавных голосоведений, да, там вот в середине вот эти все… Видите, тут две ноты повторяются в аккомпанементе, в гармонии у себя двигается мелодия. Очень все… Знаете, нет таких скачков каких-то, прямо таких октав, там где-то, каких-то перепадов с этой, с этой позиции в эту позицию. То есть это опять-таки говорит о том, что надо играть ее лирично, не быстро, да, не так. Ну, она не соответствует, да, ни адажа не соответствует, ни луне не соответствует, мы выяснили, и не соответствует вообще всему, короче. Вот. Так, что дальше? Вот смотрите, бетховен закончил на мажоре, да. На ми мажоре. То есть, по-видимому, здесь у них был первый секс. Ну, действительно, там, да, вот… Причем он закончил, там еще и целый так, да, идет этот ми мажор. Все. Снял напряжение чувак, успокоился. Себя там, себе навнушал что-то там, да, что у нас будет все хорошо. Ребята, это я все просто придумываю, это не означает, что так было, еще раз подчеркиваю, да. Потом и студет минор, неожиданный. Ми минор – тональность какого-то такого, да, какой-то трезвости, да, кстати, какой-то реальности, да. Как раз так вот хорошо звучит, что ты вроде был в мажоре, и потом резко. Да, ничто так не делает, ну, не подчеркивает перепад, да, вот этот, чем одна и та же тональность, то есть ми, только там был мажор, а потом резкий минор. То есть если, допустим, не знаю, там какой-нибудь до мажор, и выставляете ми минор, ну, в рамках тональности, то есть без там, без диеза, без бомоли, то, в принципе, ну, не будет сильно, да, как-то ярко. Потом раз, тут ми минор. Вообще гармонично, нет такого прям, да, какого-то резкого контраста такого, который прям вот он, ну, максимально заметен, да, как будто что-то произошло резко, да. То если мы играем, допустим, тот же до мажор, потом резко, это очень такое, знаете, идет подчеркивание такого перепада какого-то. Вот, и как раз этот здесь использовал прием, да, битхоин. Тут очень важно сыграть соль диез, и ми без кваканья, да, последний вот это вот. Видите, то звучит мне, то нет, то слишком звучит, ми выстреливает, то вообще не звучит, потому что я пытаюсь все громче сыграть третью ноту, а она выстреливает. Если играет тиш, она мне вообще проваливается. Так что, ребята, если там где-то вы услышите мои записи, ну, не идеальность, то это уже претензия не ко мне, а к роялю, да. Да, резкий, то есть он проснулся, он там себя что-то навнушал с вечера, да, что все хорошо, у них там свадьба будет, он будет жить весело и счастливо, а тут проснулся, и все вот эти мечты, он понял, что это была все выдумка, да. Так, идем дальше. Что здесь у нас? Идет модуляция. В до мажор. Потом быстрая модуляция в си минор. Да, я здесь играю по-другому. Та-та-та, это я делал специально, а не просто я так текст неправильно выучил. Субдоминанта опять, причем с септаккордово. Опять каданцев, посмотрите, здесь каданцев просто, ну, ребята, вообще каданцев это что? Это, как правило, в классике там, ну, концовка, да, какая-нибудь, то есть концовка или пьеса, или концовка какой-то там части, или хотя бы какого-то раздела там, или не знаю там, ну, тут у нас просто каданцевые, ну, я не знаю, ну, каждый пятый такт. Ну, Бесхуин вообще любит это все, это вот грандиозность, да, я сказал уже, но здесь такая лирическая песня, и так много дансеров, это прям, ну, странно, но оно хорошо звучит, да? Вот, и потом пошла у нас си минор пошел. То есть сначала минор, да? Опять резкий дуть, вот я аж говорю, что в одной и той же тональности, когда меняется с минора на мажор, и наоборот, с мажор на минор, то это такое прям, ну, какое-то перепады, да? То есть видимо у него, вообще вся пьеса, она очень часто, вот тут перепады с минора в мажор, такие интересные, да? Это такое, олицетворяет такие, да, вот его эмоциональные, да? То есть он вот здесь сначала обнадеживается, потом разочаровывается, да? То есть приходит в трезвое состояние, да? Ну и пошла тема вот этой вот прям такой острой, острой боли, остроты. Тут прям душа кричит у него, да? Хочется сыграть здесь форте, я так играл там на форте в той версии, в этой сегодня я сыграл максимально пиано, да? Ну не максимально, а так чуть-чуть я, конечно, выделил где-то места, но, потому что база же хочется выделить тоже, да? Но не так, да? Вот. Что у нас еще? Да, потом пошла тема на затухание. Очень красивое место. Посмотрите, какое голосоведение, гармония, настолько бас плавно всегда двигается, да? Никаких там таких больших скачков нет, здесь тоже максимально все, да, прям идеально. Ну, ребят, я не буду долго, да, размусоливать всю эту гармонию, да, просто скажу, что, ну, чтобы вы понимали, что каждый аккорд нужно вот так вот прям какие-то образы себе выставлять, чтобы вы правильно это все сыграли, чтобы максимально эмоционально, эмоционально это не корчить рожи, да, какие-то там, вот так вот ходить, там, не знаю, вот так вот шататься, да, чтоб не дай бог со стула упадешь, а это именно вот максимально прочувствовать каждую тональность, каждый аккорд, да, эти их стыковки, да. Вот. Почему я, спросите, я тут делаю так, типа, да, зависая, да, здесь. Это моё любимое место. Я и там так сделал, в той записи, посидел тут полчасика и здесь так делал, потому что, ну, тут космос прям вообще, понимаете, это вот уменьшённые, да, да, эти все тритоны. Тритоны. Говорят, тритон поднимает уровень тестостерона чуть-чуть, не знаю, правда, не правда. Так что, если у вас проблемы с потенцией, можете себе играть этот аккорд, пастыряно. Вот только послушайте, какая красота, да. То есть, тут какая-то вот, какой-то прям, знаете, интерстеллар, там есть такие тоже места, там музыка органная, фильме в этом, да. Такой, ну, космос просто, да, вот этот вот тритон с этим басом. То есть, понимаете, тут же идёт как у нас, уменьшённые воды, да, но бас, а доминанты, получается, у нас секунда, да, то есть тут ля, а тут у нас соль диез, да. Да, ну, я, конечно, пианисты, если где-то увидят на улице, встретят, казнят меня за такое, но я остановился, там же ж не написано, ребята, там же ж не написано так, всё, нельзя. Да, тут триоль, я играю по две ноты, я знаю, это дело осознанно, так лучше, но, как бы ты ни старался здесь играть триоли, всё равно будет, типа, так, та-та-та-та-та-та-та-та, то есть по две, раз-два-раз-два-раз-два-раз-два-раз-два. У всех так звучит, там они пытаются что-то изменить, но это бесполезно, да. Обожаю это место тоже. Тут ты подчёркиваешь, тебя не поняли, когда ты играл ра диез, а теперь поймут, когда ты играешь ра-бэ-гар, то есть это прямо такое, знаете, усиление эффекта, то есть тебя не услышали, сейчас услышу, да. И шестая ступень. Это вообще божественное место просто. Ой. За шестая ступень здесь просто после таких, да, таких вот, тут такой пошёл, да, вот это вот такое, в басах, да. и нежданчик такой. Да, причём удваивается терция именно, да, то есть ля не удваивается, ля только в басу у нас. Ну, октава типа, да, ну, как бы удвоенная октава, ну, это не считается. Это просто настолько, ну, гениально, столько гармонично, столько в тему всё, да, какой-то идёт, такой, знаете, как будто он смиряется здесь, да, с тем, что произошло, то есть такое утешение после смирения, да. То есть вот эта вся история, да, вот эта грустная там, что она там его отвергла, типа, да. Прямо такие глубины, да. Вообще глубина здесь такая максимальная, подсознание здесь, да, как у нас вот си минор, тональность подсознания, я называю её, какой-то такой серой сетки, не знаю, здесь тоже вот такое пошло, да, идёт. Такие там тёмные эмоции подсознания. И потом смирение проходит. Такой лучик солнца. Но он был недолго, и тут пошла какая-то серьёзность. Всё, мужик взялся за голову, бросил всех баб, из головы выкинул и пошёл, короче, делами заниматься, да, своими. И тут, ребят, всё ясно, я не буду дальше, это всё скучно будет, всё, каждый аккорд там, вам какие-то картинки приводить, но, в общем, суть понятна, надеюсь. Всё. Всё. Всё.